Женская пара из Тихвинского района в конце прошлого года стала второй на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике в Орле. Девочки выступали в категории от 11 до 16 лет, и им пришлось соревноваться со спортсменками из 13 регионов России. Акробаты всегда вызывали ассоциации с цирком, но многие артисты того же знаменитого коллектива Дюсалей в прошлом занимались спортивной акробатикой. Обучиться этому искусству гибкости и равновесия можно и в Тихвине. Здесь вообще представлен целый спектр различных видов спорта. У нас идет от тяжелой атлетики, наверное, вот так вот, до шахмат. То есть, смотрите, от тяжелости до самой легкости. В середине идут у нас и пауэрлифтинг, и акробатика, и настольный теннис, и, соответственно, шахматы-шашки. И все же громче всех за последнее время прогремела спортивная акробатика. Эффектное тихвинское сальто по достоинству оценили на всероссийских соревнованиях. Пара из Ленинградской области взяла серебро. Таких успехов у наших девушек в этом виде спорта не было очень давно. Но за кажущейся легкостью стоит тяжелый каждодневный труд. Ни один из элементов тренировки нельзя выполнять ниже определенного уровня. Разминка, естественно, на гибкость, на пластику, то есть связки сустава и мышцы. Потом отдельные какие-то индивидуальные элементы. Потом уже в парах, в группах, в составах элементы. Потом отдельно тоже с хореографией соединяем какие-то элементы. Акробатки работают либо в парах, либо в тройках. Амплуа простые, как кувырок. Одна девушка нижняя, другая верхняя. Снизу понятна та, что постарше и посильнее. Ну а роль легкой пушинки в паре Виктории Ефимовой и Мирослава Яровиковой выполняет последнее. Мне нравится, потому что я хочу быть сильной, чтобы было много-много медалей. И то, что мне нравится больше всего прыжковая. Типа прыгать, сальто, бланч. Вот. Это мое любимое. Уголок на узкоручке. Рыбка, спичак. Это язык спортивной акробатики. Названия элементов могут быть разными в зависимости от клуба. Ту же рыбку некоторые называют лодочкой. Интересно, что старшая партнерша часто является помощницей тренера, проводником его идей на ковре. И подружиться друг с другом у спортсменок получается не всегда. Вне зала мы общаемся. Вот когда на соревнованиях, в свободное время. Но на тренировках мы просто как работники. Здесь рабочий подход – это еще и умение дать правильную эмоцию. В акробатике, как и в гимнастике, судьи оценивают художественную составляющую. Ну а дома о серебряном выступлении девочек уже знают. Мои друзья говорят, что постоянно, типа, мир молодец. Ну, типа, ко мне пристают, все говорят, покажи что-то, типа, не Путину. Вот, я что-то показываю. Показать, а точнее подтвердить свой класс, Мире и Вике предстоит в начале февраля. Они станут единственной парой акробаток от Ленинградской области на первенстве северо-запада. Егор Гельвер, Павел Гашинов и Андрей Крылов. ЛЕН-ТВ 24. Тихвин. Ленинградская область В гимнастике используются, вернее, элементы упражнений выполняются на определенных, как там говорят, снарядах. А у нас в акробатике все упражнения выполняются на ковре. Вообще-то на гимнастическом стандартном ковре. В художественной гимнастике там же тоже ковер? Да. Поэтому получается, что родственные виды. Родственные, но в художественной гимнастике, опять же, там тоже группа сейчас, групповые есть упражнения, и с предметами. А у нас упражнения групповые, но друг с другом, друг на друге, друг под другом и так далее. Как следует из сюжета всего одна пара? Почему так мало? Ну, просто на данный момент кто-то в этом году выпустились, ушли, составы поменялись, и на данный момент только вот этот состав готов на тот уровень, который мы заявляемся. Мы знаем о том, что два центра акробатики есть в Ленинградской области. Это Гатчина и Тихвин. Раньше и долгое время, если я верно понимаю, Пальма первенства была у Гатчина. У Гатчина. А теперь у Тихвина. Почему? Ну, опять же, смена поколения. Там, ну, не пришли по какой-то причине, по своей, наверное, причине молодые тренеры, работают прежние, условия изменились, работы, школы. Мы развиваемся потихонечку, стараемся. К вам пришли молодые тренеры? Нет, к сожалению, тоже боюсь этого момента, когда мне придется уйти, а после меня никого не будет. Как много вообще занимается в вашей школе акробатикой? Детей у меня в официальной бюджетной группе 39 человек. Но у нас есть еще частная группа, там занимаются порядка 33 человек. Ну, мне кажется, что очень мало, если сравнивать с советскими временами. Или я ошибаюсь? Ну, такая нагрузка на одного тренера предостаточная. Нет, а я имею в виду по количеству детей, но меньше 100 человек. Да, но если бы было не один тренер был, и у каждого столько, соответственно, было бы больше. То есть количество тренеров прямо пропорционально количеству занимающихся? Ну, конечно, естественно. Бесплатные ли секции, и вот помимо Тихвина и Гачина, есть еще секции в Ленинградской области, где можно получить знания по акробатике? Бюджетных, бесплатных секций нет. Только Гачина и Тихвин. Частные секции, насколько мне известно, вот у нас одна частная секция в Тихвине. И больше по области, в принципе, я тоже не знаю частных секций. Во всяком случае, к нам пока еще областные секции, клубы не заявлялись. Как дорого занятия акробатикой? Ну, вот в частной секции. Ну, сами занятия не столь дороги. Оплата, если в частном клубе, это тренера и аренда зала. Более дорогое будет участие в соревнованиях. Это экипировка, костюмы. Ну, экипировка подешевле хоккейной, наверное. Да, да, подешевле. Ну, вот аренда зала и оплата тренера. Ну, вот, например, в теннисе это очень дорого. Час аренды теннисного корта и час аренды тренера. Вот поэтому теннис безумно дорогой. Сколько за акробатику вот родителям, которые нас сейчас смотрят и раздумывают, а не отдать ли своего ребенка в акробатику? Каким расходом им надо быть готовыми? В месяц? Ну, я знаю, что в Питере очень много таких частных клуб в Санкт-Петербурге. И там порядка от трех до пяти тысяч в месяц занятия. Это при условии три часа в неделю занятия. Но в области, наверное, будет подешевле, поскольку аренда там дешевле, наверное, помещение будет. Костюмы самое дорогое для выступлений? Да, костюмы, ну, можно и найти подешевле для малышей. А сколько, ну, вот на соревнованиях? Костюм для соревнований среднестатистический. Ну, порядка, более-менее простой, но приятный. На вид где-то порядка семи-двенадцати, это минимум. Ну, понятно, верхнего предела не может. Количество бриллиантов на костюме увеличивает его стоимость на стоимость бриллиантов. Да, но сейчас у нас и правилами соревнований стали оговаривать количество страз, количество бриллиантов, камней. Ну, в общем-то, и с точки зрения безопасности, потому что все же партнеры в руках друг у друга, чтобы не было, было безопасно не поранить партнера этими стразами. Ну, и просто, когда сложные элементы сальтовые проходят, и вот это вот все блестит и сверкает в глазах, на телевидении тоже это так мелькает, и устают глаза даже просто от этого мельтешения. Поэтому, отчасти поэтому тоже оговаривают сейчас количество. Ну, и, может быть, еще и отчасти того, чтобы хоть как-то снизить стоимость. С какого возраста рекомендуют приводить детей в акробатику? Ну, если руководствоваться санпином, то девочке 6 лет, мальчике 7 лет. Ну, в частных клубах на спортивно, вернее, это сказать, группы оздоровительные берут и 4-летних детей. Но там действительно чисто оздоровительная направленность, чтобы сохранить в этом возрасте ребенку пластику. Потому что уже в 7 лет, может быть, уже очень сложно добиться в пластике тех результатов, которые необходимы, например, для верхней девочки в основном. А правильно ли я понимаю, что верхняя девочка должна быть моложе и легче нижней? Не всегда. Ну, вот героине нашего сюжета. Сколько Мирославе и сколько Виктории? У них год разница всего лишь. В Мирославе сколько? 12 недавно исполнилось. 12, а Виктории 11? Соответственно, 13. 13, она старше? Да, она постарше. Ну, вот по картинке, та девочка, которая выше старше или та девочка, которая не старше? Которая выше. Которая выше. Я понял. Если гендерно брать пропорцию в вашей школе, половина мальчиков, половина девочек или 98% девочек и два паренька? Вот у нас как-то сложилось так, что 98% девочек и два паренька. В гатчинской школе, наверное, скорее всего, 70% мальчиков и 30% девочек. Как-то так сложилось там. И в разных школах по-разному как-то вот складывается. Я не скажу, не знаю из-за чего, почему. Но, если я верно понимаю, акробатика, в принципе, должна быть базовой для очень многих видов спорта. Это и восточное единоборство. Это, наверное, и фигурное катание. Как много тех, кто приходит заниматься не акробатикой, там, в чистом виде для акробатики, а, например, акробатикой для фигурного катания? Есть такие же, наверняка? Ну, вот ко мне, в моей практике, родители приводят, и вот, как ни странно, мальчиков приводят. Пусть он у вас годик позанимается, вот в 7 лет, в 6,5 лет. А потом мы его отдадим в борьбу или отдадим на футбол. Как-то вот почему-то такая вот мысль первая рождается у родителей. Но я могу вам сказать, что в футбольных школах, в серьезных футбольных школах, акробатика является одним из составляющих элементов воспитания футболиста. Ну, у нас в Тихвине ведь есть тоже футбольный клуб, который сотрудничает с Академией футбола. И, в принципе, мы контактировали с тренерами, да, они бы желали бы нашу помощь у себя. Но поскольку нас хватает пока только на своих акробатов, и нет специалистов свободных, которые могли бы им помогать. Поэтому они как-то справляются сами. А что, почему нехватка кадров тренерской? Недостаточно условий для того, чтобы приходили в эту профессию? Там, наверное, комплекс этих всех проблем и условий. И недостаток базы спортивной. И, как молодежь сейчас говорит, тренеру мало платят. Зарплата невысока у молодых тренеров, только что выпускников. В частных спортивных школах тренеры зарабатывают... Ну, недостаток базы, это матов не хватает? Вот у нас, например, в городе Тихвине непосредственно самих залов не хватает. Ну что ж, хорошо. После небольшой паузы в студии 1 продолжим разговор про акробатику. Ну что ж, в студии 1 Наталья Васильевна Цветкова. Мы продолжаем разговор об акробатике. Про залы. Не хватает залов. Недостаточно для занятия акробатикой обычного школьного спортивного зала? Недостаточно. Ну, то есть есть вопросы безопасности, как я понимаю? И в том числе, да. Что необходимо? Ну, вот тот минимум, который необходим для того, чтобы на базе школы организовать секцию по занятию акробатикой? Ну, вообще, упражнение, акробатическое упражнение выполняется на специальном ковре. Соответственно... То есть нужен специальный ковер? Специальный ковер. Не просто деревянный пол и какие-то гимнастические маты, а специальный ковер. Ковер определенного стандартного размера. Но бог с ним, пусть он будет даже не стандартного размера для тренировок. Но он должен быть специальный. Не просто деревянный пол, еще раз говорю. Должны быть страховочные пояса, так сказать, лонжи, как мы их правильно называем. Это стационарные, переносные, ручные. Стационарные, соответственно, тоже их надо... Они потолочные, там пристенные разные бывают. То есть это тоже надо оборудовать. А в школьном зале, там же и баскетбольные щиты, и волейбольные сетки, и все прочее, это мешает. Лонжи мешают баскетболу. То есть не совместить. Лонжи мешают волейболу, да. Сложно совместить с этим. Ну и некоторое другое еще оборудование должно быть. То есть, опять же, стационарные батуты, дорожка, акробатические, тоже так же, она наподобие ковра, для обучения элементов, отдельных элементов. Ну, то есть, по-хорошему, было бы неплохо, если был бы гимнастический дворец спорта, да, где можно одновременно заниматься и гимнастикой, и акробатикой, да. Вполне. Насколько травматичен вид спорта? Ну, в общем-то, если не учить, и дети есть такие, у которых барьера, ну, маленький барьер страха, бегут, сломя голову, и пытаются что-то изобразить, да, травму получить легко на элементарном кувырке. Мы, естественно, специально обучаем детей, как правильно падать, если вдруг такое случится. Ну, естественно, правильная техника исполнения элемента просто исключает падение. Это чисто физическая механика движения. Какой возрастной ценз в акробатике? Ну, до скольки лет спортсмены выступают? Ну, выступают буквально недавно на одном из этапов чемпионата мирового выступал мужчина, если не ошибаюсь, 33 или 36 лет. То есть, в принципе, пока силы есть, есть желание. Ну, то есть, перефразируя классику, у акробатики все возрасты покорны. Коснулась ли проблема допинга, которая коснулась всех, коснулась ли она акробатику? Ну, таких громких случаев пока не гремело, нигде не слышно, во всяком случае, я не слышала такого. Ну, контроль, контроль есть, контролирует спортсменов. Ну, понятно, что в легкой атлетике допинг увеличивает скорость, в шахматах, возможно, скорость мысли. В акробатике настроение придает? Ну, то есть, если это то, для чего? Мышечная сила. Мышечная сила. У нас же есть мужские четверки, там, где надо недюжинную силу, чтобы удержать ту же колонну. Если говорить о нашем месте в мировой акробатике, где мы ныне? Ну, скорее всего, наверху, пирамиды. Кто наши конкуренты? Китайцы? И китайцы. Нидерланды неплохие пары есть. Немцы хорошо выступают. Ну, в этом году олимпийские игры в Токио. Трудно сказать, в каком статусе мы будем выступать на этих соревнованиях. Но мы претенденты на медали, я верно ведь понимаю? Да, да, да. Потому что на пробных, так сказать, юношеских, таких же олимпийских, пробный этап был какой-то. Вот смешанная пара. Отлично выступили наши ребята. Смешанная пара допустили тогда. Да, и женская тройка неплохая была. Уступили немножко, но хорошо. Какова разница между спортивной акробатикой и цирковой? Ну, даже сложно сказать отчасти. Мне кажется, что с акробатики, уходя в цирк, не разговаривала с ребятами, не знаю, но кажется, им там легче, чем в спорте. Ну, это, наверное, в определенном смысле шоу-бизнес, где оценивают только зрители аплодисментами, где никто не будет проверять на допинг, никто не будет фиксировать. Где можно, скажем, чуть-чуть не дотянуть носочек, коленочку. Там особо зрители на это не обратят внимания, обратят на сложность элемента просто как таковой. А судья, который на соревнованиях сидит, там отслеживает струнку натянутости мышечной. Как вы пришли в акробатику? Я пришла в акробатику из спортивной гимнастики, в то время как очень много, как правило, в акробатику приходили из гимнастики, либо из художественной, либо из спортивной гимнастики. У меня у мамы разряд по спортивной гимнастике, но она ограничилась в спортивной гимнастике, в акробатику не пошла. Если сравнивать спортивную гимнастику и развитие, популяризацию 30-летней давности и сейчас, нет ли ощущения, что футбол забрал 99% всего и денег, и внимания, и прессы, и телевизионные картинки? Да, наверное. Наверное, такое ощущение есть. Потому что если раньше на слуху были имена такие, как Корбут, то сейчас больше Рональда о футболистах говорят. Но я много лет жил по соседству с Леной Шишуновой, которая, к сожалению, ушла из жизни в довольно раннем возрасте, олимпийская чемпионка. И, конечно, успехи, которые были у отечественной гимнастики, и школа, которая есть. Мне грустно, когда вы говорите, что нет тренеров, что немного детей занимается. Хотя проблема оплаты тренеров, она ведь не только в акробатике. Она во всем спорте. Вот детские тренеры, которые должны закладывать базу, ну, наверное, хотели бы лучших условий оплаты труда, чем есть. И поэтому это такая комплексная проблема. Очень многие виды спорта, и футбол, и хоккей, конечно, живут благодаря энтузиастам. И весь вопрос в смене поколений. Да, потому что все мы не молодеем. И вот где тот порог, когда старые тренеры закончатся, а новые могут не успеть появиться. Это, конечно, проблема. Это проблема. Есть ли диетологический вопрос в акробатике? Следят ли спортсменки за своим весом? Придерживаются ли какой-то определенной диеты? Вопрос питания, да, конечно, для акробатики существует. Потому что верхняя, естественно, желательно, чтобы была постройнее. Здесь вопрос сложно ставить, потому что все же это дети подростки, маленькие. И очень тонко надо подходить к этому вопросу, чтобы не нарушить баланс организма. Мы ведем беседу, конечно, с девочками, тем более это девочки, о правильном питании. То есть диета это… Пытаемся им разъяснить, объяснить и втолковать, что диета это не голодание, ни в коем случае не голодание, а правильное питание. То есть подходим с этой точки зрения, чтобы научить девчонок правильно питаться, а не голодать, ни в коем случае не голодать. Финальный вопрос. Для тех, кто нас посмотрел и задумался над тем, чтобы отдать своих детей в акробатику, куда приводить? Тихвин, школа акробатики. Тихвин, дом физкультуры. В любой будний день можно прийти и показать своего ребенка? Ну, мы, в принципе, даже не делаем специального какого-то отбора. Мы, что называется, берем всех подряд. И на естественный отбор, что называется, уже. Ну, у кого что-то начинает получаться, те, как правило, влюбляются в акробатику, остаются с нами. Хорошо, спасибо вам огромное. Вашим подопечным и вам крепкого здоровья без травм. Спасибо. Наталья Васильевна Цветкова, президент региональной общественной организации Федерации спортивной акробатики Ленинградской области, была в гостях в студии 1. Я, Алексей Меньшов, с вами не прощаюсь. После выпуска новостей в 19 часов будем говорить о театре. Ждем в гости музыканта, композитора, основателя и художественного руководительного детского музыкального театра Марину Анатольевну Ланду.